Рамзан Кадыров Первым делом каждый российский турист садится в джип, как следует разгоняется и пытается задавить себе ужин. Местное население в лице Дэни Гловера считает, что добывать себе ужин столь варварским и недостойным белого человека способом нехорошо. По мнению аборигенов, настоящий воин-саван должен добыть себе ужин с помощью более безобидного и наименее вредного для хрупкой экосистемы оружия, например, фотоаппарат. Поэтому все автоматы Калашникова, помповые ружья и рогатки безжалостно изымаются на таможне. Ну да бог с ними, с формальностями, давайте же скорее посмотрим на самих животных. Взгляните на этого измученного жажды детеныша зебры. Из последних сил он движется к водопою, чтобы испить свежих и питательных пикселей. Жизнь в саванне сложна и опасна. Скудная растительность не содержит достаточного количества полигонов, да и встречается нечасто. А уж дотянуться до сочной листвы на верхушках приземистых деревьев способны только жирафы. Ну а жирафы – животные крайне сложные и для фотосъемки малопригодные. Сколько такого не снимай, а целиком в фотокамеру он не поместится. Даем хороший бесплатный совет. Залезьте на дерево, снимайте рогатика оттуда. Есть в саванне и хищники, и фотографировать их крайне опасно. Да и просто догнать их уже задача не из легких. Гепард во время охоты способен развивать скорость до 110 км в час, а вы так бегать не сможете. Специально для решения этой нетривиальной задачи у вас есть два просто незаменимых в Африке предмета. Это открытый джип и Дэнни Гловер. Первый способен легко передвигаться по Африке со скоростью среднего гепарда, а второй даст вам столько советов, что отстать от джипа вы просто не сможете. Но самое главное, гепарду во время охоты не мешать. Потому что гепарду, в сущности, пофиг на что охотиться. Он может попробовать закусить и вами. Но да бог с ним, с гепардом. Кошка и кошка даром, что пятнистая. А вот близко приближаться к африканскому зверю-крокодилу я бы не посоветовал никому из вас. Лучше подзаработайте побольше денег на кошках и купите специальную передвижную камеру, которая способна вынести все эти многочисленные укусы крокодилевых зубов за вас. Ну а самый страшный зверь в Африке, это даже не крокодил. Это гиппопотам. Гиппопотамы очень свирепые животные, слепо ненавидящие безволосых обезьян, как они называют нас с вами. В настоящее время в стенах Юбисофт даже ведется разработка боевика о похождениях гиппопотама-ассасина с огнеметом. В Африке, конечно, водится очень много самых разнообразных животных. Мы сегодня с вами увидели лишь малую их часть. А особо внимательные прямо сейчас, если приглядяться, увидят вдалеке слонов. Слоны – это такие большие гиппопотамы с рукой вместо носа и с большущими гигантскими ушами. Но, к сожалению, слоны не настолько опасны, как гиппопотамы, и поэтому мы близко к ним подходить не будем, потому что гиппопотамы-ниндзя уже следят за нами. Но если же беспечный турист не будет достаточно осторожен и слишком близко приблизится к хищным животным, то стекающая по углам монитора кровь предупредит его – здесь слишком опасно. Пожалуйста, отойдите подальше. Если же весь свой отпуск вы были предельно осторожны и ни разу не подвергли себе опасности, вы можете заскучать. Чтобы этого не случилось, обязательно отыщите какого-нибудь гепарда и проследите за ним. Вечно сидеть на горе киска не будет. Киске нужно кушать, и поэтому она отправится на охоту. Все поклонники убийств и прочих изуверств, вероятно, будут довольны, узнав, что в Африке полным-полно скриптовых сцен, изображающих охоту хищников на травоядных милых зверушек. Но сколько бы голодный гепард не пытался прокусить шею своей жертве, ни капли крови не увидит ни он, ни вы. И специально для Юрия Ливандовского мы с прискорбием сообщаем, что отстреливать конечности тоже нельзя. Впрочем, в жанре виртуальной фотоохоты отстреливаемые конечности, конечно же, не главное. Главное здесь – это большие красивые просторы Африки, великолепные пейзажи, закаты, восходы, гиппопотамы-ниндзя и возможность прокатиться на джипе с Дэнни Гловером. Всего вам доброго, наши дорогие, любимые, уважаемые телезрители!